Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 2 сентября и в этом году у меня было очень-очень много новинок, но по непредвиденным обстоятельствам случился форс-мажор, когда у меня заболела собака. Многие сорта я пропустила и не успела вам ни дегустацию, ни описание сделать, но тут уже нужно было выбирать или жизнь щенка, или вот эти описания. Но сейчас у нас уже все нормально и хотя бы те, которые еще есть у меня в наличии, которые я могу вам показать и описать, я сейчас немножко буду наверстывать. Вот здесь у меня на столе собрались те сорта, которых в прошлом году не было. Это 524 сибирский гроздевой, про него сегодня расскажу. Потом 593 хурма НК. Вы видите, если номер больше 300, значит это все новинки. И номер 702 поцелуй Герани, который я вот в самый последний момент уже, как можно сказать, заскочил в последний вагон и тоже я нынче вырастила. А, еще Казанова. Короче, сегодня у меня по такой схеме они. Вот эти три новинки, о которых я вообще ни разу не рассказывала, не показывала. И один томат, вот этот Казанова-Сторожил, который хоть и выращиваю много лет, но до сих пор вызывает неподдельный интерес у зрителей, у моих, у огородников, и про которые просят рассказать еще и еще. Для чего его выращивать, какие у него качества, стоит ли его вырастить. Или я его выращиваю просто, чтобы улыбнуться, посмеяться, чтобы развеселил он меня. Короче, начну я с поцелуя Герани. Главный герой будет меняться, но сегодня будут вот одни и те же 4 сорта. Поцелуй Герани это новинка этого года. Смотрите, блестящие, как игрушки. Такое впечатление, что они парафиновые. И я скажу честно, хотя я сейчас буду описывать, конечно, этот томат, но я скажу честно, что я серьезно черри не воспринимаю. Кто смотрит меня много лет, несколько лет они знают, что я не очень увлекаюсь выращиванием черри. Маленьких детей уже давно нет, а внук пятилетний. Мы никак не можем привить ему, объяснить, что помидоры это вкусно. Не хочет он есть томатики, ни маленькие, ни большие. И кушать маленькие томатики я не люблю. Я бы лучше вот такую, как хурма НК. И консервировать я их тоже не люблю. Я их воспринимаю для красоты. Как знаете, для украшения вот этого ландшафтного дизайна. Видели многие, что я, например, Пиноккио года 2 или 3 назад я вдоль дорожек высаживала. Как бы как цветы. Он потом весь был облеплен помидорками. Идешь, это необычно и красиво. И вот этот поцелуй герани я высадила. Ну, чисто посмотреть, полюбоваться. И, конечно, рассказать другим, стоит ли его выращивать. И каков он вообще, этот поцелуй герани. Но сразу начну с того, что, конечно, это не наш сорт, американский, гераниум кис. У него оригинальное название. Коллекционер, я прочитала из Орегоны, какой-то Алам. Сейчас скажу, я выписала Капулер, что ли. Ну, не буду коверкать его фамилия. Короче, американец. Он вырастил. Это сорт, это не гибрид. И сейчас я расскажу, чем он отличается и какой похож на него сорт. Вот вы увидели, наверное, что по форме немного похоже на сумасшедшие вишни Бари. Помните, я в прошлом году рассказывала, что это тоже американский сорт. Но там другой какой-то Брэд Гейтс, по-моему. Тоже не буду врать. По-моему, он очень много изобрел интересных сортов. Но там они желтые, такие матовые, делаются в конце прозрачные. А эти красненькие. Но по форме похоже. И еще они похожи тем, что у них очень-очень многодетные кисти. Там вот я говорила, даже более 100, может быть 140, 180. И в этом году у меня вот сумасшедшие вишни Бари. Ну, как виноград. Прямо как гроздья винограда. И про это тоже можно сказать, что кисти у них встречаются. Вот написано было в интернете, что более 110 плодов. Я свои не считала, но они тоже. Ну, больше 50 это точно. 50, 60, 70. Где-то так. Это вот они похожи с этим сортом. С сумасшедшими вишнями Бари. Но у них есть одно ключевое, очень важное отличие. То, что сумасшедшие вишни Бари, они индетерминатные. Они вырастают больше двух метров. Поэтому они и сумасшедшие. Они и прут. И прут я показывала нынче летом, как у меня растут сумасшедшие вишни Бари. На железном из арматуры вот этом наколышке, который мы отрезали. Специально мужа попросила. Он отрезал трехметровый кол. Полметра мы вонзили в землю. А два с половиной метра он высоту торчит выше теплицы. И они все ползут, и ползут, и ползут. И все кисти, кисти, кисти. Все. Вот мы разобрались, что поцелуги ранее. Тоже американский сорт. Это тоже черри. Потому что вес у них совсем небольшой. Но тут знаете как вес. Можно сказать, что они бывают разные. Вот. Есть вот такая, которая побольше. Она прям, ну как, ближе к такой, к настоящей помидорке. А есть вот встречаются, где-то совсем малышки были. Ну вот, например. Есть совсем малышечка. Видите? Разница. Но все равно это относится к черри. Вес небольшой. И вот, что мы про них должны знать? Что это сорт такой же, как сумасшедшие вишни Бари. Многочисленные кисти. Но он детерминатный. Он детерминатный, что облегчает выращивание его. И что позволяет его выращивать. Вот я читала информацию в интернете. Но вы понимаете, что так как сорт для меня новый, я еще не экспериментировала с ним, ничего не делала. Но в интернете я прочитала, что его можно выращивать на балконе, в кашпо. Даже для огорода на подоконнике, на окне он подходит из-за своего невысокого роста. Указано 50 см в открытом грунте. В закрытом 70 см. Вот у меня один он был на улице высажен. А один, я же как на пробу, на размножение. А один был в теплице. Но я не скажу, что разница в росте большая. Он не вырос большой ни в теплице, ни в открытом грунте на улице. Но где-то сантиметров, да, 50-60, где-то так. И это ведь очень большой плюс, потому что не все хотят бороться с двухметровыми вот этими вот вишнями сумасшедшими барри. Потому что они сильно разрастаются. Еще у них очень сильно прут вот эти пасынки. Не знаю, что с ними делать. Я про вишни барри говорю. Не знаю, что ли удалять, то ли оставлять. Я вот все оставила нынче. И такой веник, прям сноб получился из этих вишн барри. Конечно, они из-за этого мельчают. Чем больше пасынков, чем больше плодов, тем мельче они. Вот прям крошечные вишенки баррины висят. А у этих вот поцелуи гераний, у них не очень много балковых побегов. И в интернете есть информация, что их обычно не удаляют. Все они идут на образование, на формирование куста. То есть еще один плюс. Его не нужно формировать, его не нужно пасынковать. Вот сколько он вырастет, столько он и вырастет. Он сильно не, как сказать, не беспредельничает. Он не наращивает такое количество пасынков, с которыми вам придется бороться. Еще. Он считается раннеспелым сортом. Ну смотрите, выглядит смешно, да, раннеспелый сорт. Дегустирую его в сентябре. Любой раннеспелый сорт вы можете сделать познеспелым, посеяв его позже. Вы знаете, что я выращиваю для раннего использования, высаживаю в теплицу ранний посев. А так как сею в несколько заходов, все вот эти вот, что у меня на столе, вот эти все, все засолочные, все черри, все те, которые не для салатов, те, которые не крупные, не мясистые, я всегда отодвигаю на вторую очередь и сею их позже. Поэтому у меня он получился не раннеспелый. Но мне это и нужно было. Потому что вот в массовой, в августе, когда идет массовый сбор урожая, заготовка семян, мне вот не до чериков, если честно. А сейчас, пожалуйста, я сейчас буду спокойно отбирать и сумасшедшие вишни барри. У меня есть вишневовидные черри. Там всякие желтые, оранжевые, златовласка, бычий глаз, все они еще висят, афричи, афрочери, потом манпассе, я все буду собирать. На этом остановилась. Только потому, что этот сорт очень известный. Он у всех на слуху. Он продается, конечно, это коллекционный сорт. Он продается только у частных коллекционеров. И просто так по дешевой цене купить, зайти в магазин его невозможно. Поэтому люди должны знать заранее, стоит ли его покупать. Вот первое преимущество, я вам сказала, что он невысокий, детерминатный. Второе преимущество, что он не очень склонен к образованию пасынков. Третье преимущество, что он раннеспелый. Если у вас есть дети, если вы любители вот таких томатов черри, вы можете посеять его для получения раннего урожая. Он детерминатный, он быстро сформирует куст, быстро отсветет. Кстати, во время цветения выглядит очень красиво. Вы представьте, все эти кисти, у которых 40, 50, 60, все они в цветах, все они желтые. Он очень подходит для декоративного растения. Так что, у кого нет огорода настоящего, можно в огороде на балконе использовать вот этот поцелуй герани. Так, что сказать еще про него? Так, завязывается хорошо, если учесть, что я вот сейчас пошла вбирать, почти каждый цветок превратился в помидорку, каждая помидорка вызрела. Вы видите, что они очень, вот из-за своей вот такой декоративности, мне кажется, он будет очень хорошим украшением огорода. Вот для меня лично, я такие томаты выращиваю для украшения огорода. Еще, на один квадратный метр можно высадить 4 или 5 штучек, чего нельзя делать, вот обычно не рекомендуют, вот такие индотерминатные, и все. И вот с этого квадратного метра, если вы высадите 4-5 штук, то получите 10 килограмм томатов. Эту информацию я взяла в интернете, сама я не взвешиваю, и у меня 5 штучек их не было, потому что у меня семян было очень мало, я взяла вот для начала. Мне понравилось, если, например, в открытом грунте он у вас раннеспелый, то при выращивании в теплице, в теплице люди тоже выращивают, он может получиться у вас еще раньше. Ну все, вот это все, что я хотела сказать. У меня он под номером 702, иностранец, новинка, черри, детерминатный, многодетный, мелкоплодный, но тут я даже, знаете, я могла бы разрезать, но сейчас разрезу, тут можно даже его не разрезать, потому что ясно, что выращивая вот такие томаты, мы не ждем от них какой-то несистости, ясно, что он используется, так, ну, он считается как коктейльным, что ли, вот такой он на разрезе, вот это, это наши поцелуги ранее, я его пробовала, не сказать, что он прям, вот сильно, вот удивил меня сладостью, обыкновенный томатный вкус, сейчас еще раз попробую, приятный, сладенький, чуть есть нотка кислинки, я говорю, что я не могу сказать, что он очень-очень сладкий, в этом году есть и слаще его, конечно, вот золотовласка, например, желтая, черри была очень сладкая, та меня прям поразила сладостью, она прицарно сладкая, а это обыкновенный томатный вкус, все, номер 702, поцелуй герани, так вот,